Мои любимые, здравствуйте! У вас у многих есть такая проблема, как боязнь камеры. Вы боитесь показаться на камеру своему жениху, пардон, или своей невесте. Ну, так вы знаете, это совершенно зря. Я бы, скажем, назвала это даже недостатком под такую болезнь, потому что вы должны видеть человека, вы должны знать про его дом, как у него чисто, грязно. То есть, когда у человека грязно, это, конечно, говорит о нем очень многое, характеризует его, и почему, допустим, он или она не хочет показать свою квартиру, в которой она живет. Вот вы знаете, как у меня было? У меня дома на шкафу в России здесь висели вот такие луны. Мне нравилось, чтобы у меня висели луны, светоотражающие. И мой муж, когда мне каждый раз звонил, и даже после регистрации, он мне все время говорил, покажи мне луну. Ну, я-то знала, что его интересует не луна. Его интересовала, а дома ли я? Ну, я была дома всегда, всегда я эту луну показывала, и потом он перестал меня спрашивать про луну. И плюс такой момент, вы же не знаете, женат он и замужем ли она. Он может с вами переписываться каждое утро, там, привет, дорогая, хорошего тебе дня. А тут у него может в этой же квартире и жена находиться. Или, если это женщина, то это муж. То есть, а когда он будет вам уже по видеосвязи, да, 2-3 минуты, говорит, дорогая, привет, хорошего тебе дня. То есть, вы хотя бы это исключите. В прошлом году я разговаривала с девушкой со мной, у которой была боязнь камеры. Я не смогла перебидеть ее, что нужно все-таки по камере общаться. Она уже была несколько месяцев в переписке. И, вы знаете, авоз и ныне там. Она за этот год могла выйти замуж, но она до сих пор не замужем. И если бы она убрала бы свою боязнь камеры еще в прошлом году, то шансы на замужество, на нахождение подходящего человека, они бы увеличились. Пожалуйста, подумайте об этом, если у вас такой страх есть. То есть, убирайте его. Страх видеокамеры убирайте. В конце видео я прошу вас подписываться, ставить лайки и зайти на канал An Alien in France. Там хозяйка Анна. У нее очень хорошее видео про Францию, про жизнь во Франции. Также канал ведет тоже ее муж. И у них такие, знаете, душевные видео, которые заставляют тебя немножко думать. Или множко. Ссылочка на Анечкин канал будет в конце видео. То есть, не в конце видео, а в комментариях. Мои дорогие, всем хорошего дня. С вами была Александра. Субтитры сделал DimaTorzok